Друзья, всем привет! Сегодня я получил очень-очень интересную штуку вот такого плана от китайца. Этот агрегат я брал на Banggood и к нему шел еще такой провод фиолетовая лапша. Но что-то я сейчас его найти не могу. Но суть не в том, главное, что он работает по USB. То есть питается по USB, никаких дополнительных абдакторов или сетевых блоков не нужно. Все мы знаем вот это устройство. RF Power Meter от Immersion RC. Это такое устройство, которое замеряет ваши видеопередатчики, а также им можно мерить в каком-то плане и антенны. Она позволяет их замерить и сказать, в какой мощности выдают сигнал, насколько хорошо работает антенна и так далее. Это устройство может, в принципе, то же самое. Но это устройство стоит 50 долларов, а это стоит 35, по-моему. Или 33, или 35 долларов. Короче, очень дешевое устройство. Выглядит, в принципе, довольно неплохо. Давайте посмотрим на него поближе, посмотрим, что она умеет. И сравним его с этим устройством. Потому что это устройство, ну, я вообще, на самом деле, считаю, что для таких высоких частот, которые мы здесь имеем, например, 5,8 Гц, да? Но это вообще работает от 1 до 8000 МГц. То есть можно любые передатчики настраивать, любые антенны, в принципе, пытаются подкалибровать по нему. Вот это устройство, к сожалению, недостаточно точно, ну, по крайней мере, по моему мнению. Мне кажется, оно достаточно сильно плавает и выдает, ну, приблизительно в том диапазоне, в котором нам интересно. То есть, как бы, в целом, ориентироваться по этому устройству тоже можно. Устройство само выглядит весьма просто. Тут у нас сверху пластинка. И, в принципе, всё. И 5 кнопок. Инструкции я, к сожалению, толком нормально не нашёл, но не знаю, разбирать, имеет ли смысл вообще разбирать эту игру. Вот так вот выглядят эти две платки. Внизу у нас, значит, сам модуль. Странно, что эти две платки соединены всего двумя проводками. Но вот здесь один это плюс 5 вольт, а второй, я даже не знаю, что это такое. Весьма похоже на землю, например. Не знаю, как они тогда сигналы передаются одной платке на другую. Через вот эти железные штуки. Ну, а почему нет, хотя китайцы. В целом, что могу сказать, платка не очень сложная. Ну, здесь вот этот сам RF-модуль, конечно, защищён. Он закрыт этой коробочкой, и там я не могу посмотреть, что там внутри. То есть, качество самого устройства, ну, в принципе, более-менее в порядке. Я не знаю, для таких RF-частот, конечно, неплохо было какой-нибудь, наверное, корпус сделать. Наверное, как-то заэкранировать это всё дело. Но, с другой стороны, вы получаете устройство всего за 30 баксов. А не за 500. А какой-нибудь передатчик. Передатчик у нас будет, естественно, один из самых ключевых на рынке. Unify. Возьмём вот такой Unify. Это новый Unify. Я предлагаю сразу же использовать аттенюаторы. В данном случае, к сожалению, у меня был аттенюатор, и, скорее всего, к этому устройству нужно будет отдельно докупать. А на сайте написано, что там он принимает сигнал вплоть до 2 Вт. Но я сомневаюсь. Мне кажется, там где-то ошибка. И это устройство может принимать сигналы до 0,2 мВт. Очень маленькие сигналы, и по-любому вам нужен будет какой-то аттенюатор. Это у меня аттенюатор на 30. Всякие вот эти переходники вам, скорее всего, придётся самим паять, к сожалению. Потому что, ну, можно купить готовый, но готовый, например, стоит достаточно дорого. Из RG402 на нормальных коннекторах. Стоит там, вместе с этой коробочкой, конечно, он поставляется в комплекте. Но в целом он стоит там евро, баксов 10-15. А если сделать его самому, то он будет стоить там доллар. Теперь посмотрим здесь, сколько нужно сделать аттенюатор, чтобы было у нас ровно 25 мВт. Потому что Unify автоматически сам подстраивает свою выходную мощь на 25 мВт режиме, на 25 мВт приблизительно. Мне кажется, что тут 2G27 было. И вот этот вот минус. Давайте теперь, соответственно, ещё раз замерим на этом устройстве выходные мощности на всех режимах. Здесь Unify получается 26,9 на 25 мВт, 25 на 200. Чуть-чуть падает мощность, но в целом на 200 он выдаёт 192, я вижу, да? На 500 он выдаёт 394. Ну, это зависит, конечно, от канала всё довольно сильно. На 800 он выдаёт 565. Выставляем такой же аттенюатор, как здесь. 26,9. Здесь он показывает на 25. Сколько это? Как в калькуляторе давайте вобьём. Это 38. Не знаю, как эта фигня работает и почему она настолько совершенно другие значения выдаёт. На 200 он выдаёт как бы 24,4. 200. Это 275. На 500 он выдаёт 27,1. На 500 он выдаёт 512. Вот это, кстати, похоже. Не знаю, не знаю. И на 800 он выдаёт 28,9. 776. У нас сложилась с вами такая картина. Смотрите, вот это устройство выдаёт вот такие значения. Вот это устройство выдаёт вот такие значения. И кому теперь верить? Знаете, что я вообще думаю, что в целом они одинаково приблизительно работают. И вот это, почему-то мне кажется, что вот это устройство может быть немножко точнее даже замеряет. То, что эти значения ближе похожи на то, что должно быть, чем вот эти вот. Друзья, вообще зачем им нужны эти приборы? Скажем так, они не выдают абсолютного значения. Это всем и так понятно. Зачем же они тогда нужны? Затем, что они выдают относительные значения. То есть с этими устройствами вы можете замерить приблизительно, какой из каналов на видеопередатчике самый сильный. Работает ли ваш передатчик вообще? Какую приблизительную мощность он выдаёт? Потому что бывает, что передача сгорела. Вы как бы смотрите, ну картинка вроде есть. Отлетает, а картинка пропадает. А от чего она пропадает, вы не знаете. Когда вы замеряете, вы можете посмотреть. Ну, понятное дело, что тут колеблется значение от 25 до 40 милливатт. Но это разница небольшая. И если у вас передатчик работает, то вы будете как раз примерно эти значения видеть. А если у вас передатчик сломался, например, он будет показывать там 2 милливатта, например. И тут уже будет сразу понятно. Да? Делать передатчики. А если видеопередатчик показывает вместо там 25 милливатт 30 или 40 или 50 даже, то значит видеопередатчик работает и всё с ним в порядке. Вдруг в двух километрах раньше ловил, а сейчас ловит только на 200 метров. Возможно, у вас вместе 500 милливатт или 600 милливатт. Осталось 15 милливатт. Который сгорел у вас усилитель, например, и из-за этого у вас не работает ничего. Соответственно, вот с таким прибором отлично можно хотя бы приблизительно замерить, работает ли устройство, работает ли видеопередача, какой из каналов самый сильный. Прощёлкать все каналы на Unify, прощёлкать все каналы, проверить здесь. И посмотреть, на самом деле, какой из каналов самый сильный на него. Например, настроить антенну, купить настроенную на антенну другими людьми. Либо пользоваться любыми антеннами, но уже тут это не такую большую роль играет. Насколько много милливатт выдаёт видеопередатчик, потому что антенна может быть не согласована. Но на самом деле видеочастотный тракт очень сложная тема. Я не берусь в ней разбираться. Очень мало, на самом деле, по ней спецов, прям реальных спецов. Насколько я знаю, в России там 3-4 человека, что-то такое, которые занимаются именно вот этим вот очень подробно. Всё знают досконально, как это конкретно работает. Но что я могу сказать? На Бангузе я приобрёл вот эту штучку за 30 с лишним баксов. И я считаю, что это отличное вложение. Вот эту штучку, это, конечно, хорошо. Но эта штучка выдаёт ничуть не хуже значение. То есть, в целом, таким устройством работать можно. Относительное значение, абсолютное значение, к сожалению, в диапазоне до 3-4 тысяч баксов вы не получите. А на нижнем сегменте вполне. Кроме того, друзья, есть один интересный момент. Я думаю, знающие люди знают, что вот это, например, такое. Это направленный ответвитель. Такие ответвители очень-очень-очень дорого стоят. Один такой ответвитель может стоить по 300-400 баксов. Есть ответвители, которые подешевле. Они БУ. Вот этот, например, ответвитель я взял достаточно дёшево. Что-то в районе 50 баксов. И что значит они делают? Друзья, с таким ответвителем и вот с таким устройством в целом можно определить КСВ антенны. С таким устройством можно заметить, какой сигнал проходит в ту сторону, какой сигнал отражается обратно от антенны. И таким образом можно оценить эффективность антенн. То есть, если у вас есть, например, антенна, и вы не знаете, как она хорошо работает, с помощью такого устройства и ответвителей, вот такого плана, в принципе, можно замерить антенну. И вы можете даже получить не то, чтобы относительно, но более-менее абсолютное значение, потому что там сколько прошло и сколько вернулось, нам не важно. А нам главное посмотреть на эту разницу, которая там осталась. И поэтому с таким устройством можно даже, например, настраивать антенны. Как пользоваться вот этим устройством, вместе с этим устройством, я думаю, я оставлять ссылки не буду, потому что знающие люди и так знают, тебе к этому надо, действительно надо. Они легко найдут эти ссылки, потому что есть они на FPV Labs, есть на RC Groups, есть много где на любых языках, даже на русском есть. И в целом эта тема хороша, но стоит достаточно много денег, потому что ответвители правильные, аттенюаторы правильные, вот эти все переходники, это все очень-очень дорого стоит. Но на выходе вы получаете одни из самых классных антенн, которые вы могли бы вообще купить, и вообще практически идеальные антенны могут выходить из вашего продакшена, так сказать. От 1 МГц до 8 ГГц, заявлено, по крайней мере, производителям. То есть в целом в этом диапазоне он будет все замерять, все приблизительно будет оценивать. Давайте еще интереса ради замерим видеопередатчик на 1,2 ГГц, который заявлен как 800 мВт на видеопередатчик. Сейчас мы его накрутим вот сюда на Emerson RC, выставим 1,2 ГГц и посмотрим, что он нам выдаст. Я не буду настраивать точно каналы. В данном случае я предлагаю выставить Attenuation все-таки 30, потому что в данном случае у нас частота очень низкая. На низких частотах аттенюатор работает более-менее точно. Это 30 дБ аттенюатор, но до 6 ГГц, поэтому рядом с границей он может выдавать вообще левые значения. Так, хорошо. Тут вот стоит уже 1200 МГц. Я думаю, вам видно. 704 мВт. Прекрасно. Это действительно передатчик на 800 мВт. Да, с этим придется согласиться. Теперь замеряем с вот этой штукой. Так, мы выставили частоту от 1200 МГц, выставили 30 дБ аттенюатор 26,4. Сейчас я вобью в кальпулятор и посмотрим, что это значит. Ну, хорошо, выдает 436. И это уже мимо. Как бы на Emerson RC он выдавал немножко другие цифры. Я планирую увидеть что-то в районе 28, я так полагаю. 27,3 на 8-ом канале, на 9-ом 27,4, 27,5, 27,2, 26,9, 26,0, 26,3, 27,3, 27,4. 27,5, это было максимальное значение, которое я увидел. И 27,5, это у нас 562 мВт. Что-то мне подсказывает, что это устройство все-таки немножко меньше откалибровано, чем, например, Emerson RC, но тем не менее, вы видите, значение меняется. Вы можете выбрать точно так же самый мощный канал на видеопередатчике, построить под него, возможно, антенны, если у вас есть подходящие навыки для этого. То есть устройство, в принципе, годно, оно работает, работает, в принципе, как-то сносно, понятное, абсолютных значений от него ни в коем случае не стоит ждать. К сожалению, вообще инструкции толков никаких нет, возможно, я что-то неправильно строил, возможно, есть другие режимы работы. Но то, что я нашел, это просто измена частоты и аттенювейшн выставляет, ослабление аттенюваторами. Вот, в принципе, и все. То есть эта штука рабочая, не знаю, ставить лайк или нет, вроде как, пользоваться ее можно. Стоит она дешево, помогает вам осуществить канал на своем видеопередатчике. Может быть, не совсем точно, но относительно других каналов вы, по крайней мере, разницу точно увидите. На этом все, друзья, если понравится, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, смотрите другие видео, заглядывайте в описание. Кому интересно вообще, как работает их видеосвязь, какие каналы им следует настраивать и так далее, я думаю, стоит обратить внимание на эту штуку, оно действительно того заслуживает. На этом все, пока. Субтитры сделал DimaTorzok